В областном центре продолжается первый этап прививочной кампании от коронавирусной инфекции. Всего по состоянию на 11 февраля укол российской вакцины «Спутник Ви» получили почти 1100 человек. В основном это медики, работающие в инфекционных стационарах и скорой медицинской помощи. Так, из 300 медработников областного центра неотложной помощи вакцинировались 30. Среди них фельдшер Асель Тагожина. О своем самочувствии после прививки она рассказала нашей съемочной группе. Асель Тагожина в областном центре скорой медицинской помощи трудится около 20 лет. Ежедневно ей приходится иметь дело с людьми, у которых различные заболевания. В прошлом году к общему перечню добавилась коронавирусная инфекция. Страшная по своим масштабам и непредсказуемая по течению, говорят медики. Поэтому, оказывая помощь ковидным пациентам, не стоит забывать и о собственной безопасности. Именно поэтому чуть больше недели назад Асель решилась на прививку «Спутник Ви». Прививку перенесла хорошо, без побочных эффектов. Для населения, конечно, это важно, потому что без профилактических прививок она тяжело переносится. Так как мы получаем прививку, при попадании коронавирусной инфекции наши антитела уже срабатывают. Напомним, прививочная кампания будет проходить в два этапа. Во вторую дозу «Спутник Ви» все медицинские работники страны получат ровно через 21 день после первой. Это очень важно. Только при таком условии организм человека сможет максимально активизировать защитную функцию иммунной системы. Среди сотрудников побочных действий вакцины не выявлено. Возможны вероятные побочные реакции в виде повышения температуры, слабости, ломоты в теле, головной боли, боли в мышце. Если такие симптомы появятся, то сотрудники имеют право обратиться в лимфедику и выйти на больничный лист. Сама вся вакцинация проводится на добровольной основе, никого не принуждает. Цель вакцинации в данном случае – это выработка коллективного иммунитета. Всего сейчас из 300 сотрудников областного центра скорой помощи прививки получили 30 человек. Анжелика Сычева, Жолдозбек, Ермуканов. Новости МТРК.